Добрый вечер, уважаемые гости! Сегодня мы начинаем традицию, которая называется «Молодежные вечера на Брансплац». Это так назвали в честь года молодежи совместного российско-острийского. Но надеемся, что эти традиции продолжатся и в будущем году, и еще через последующие годы тоже. Сегодня мы представляем здесь молодую, очень талантливую певицу Александру Янгель. К сожалению, Игорь Онищенко заболел. И это мы узнали буквально за час до начала представления. Поэтому на Александре сегодня, как и всегда обычно, бывает на женщине двойная нагрузка. И сегодня тоже предстоит ей двойную нагрузку на себя испытать. И мы надеемся, что вам очень понравятся ее сегодняшние выступления. Сейчас я передаю слово Андрею Золотову, нашему ведущему. Игорь Андрею Золотову, нашему ведущему. Пожалуйста. Действительно, за два часа до вечера Игорь Онищенко сообщил, что он уже так плохо себя чувствует, что уже участвовать не может. До этого он еще бодрится, но вот уже за два часа отказался окончательно. Игорь Андрею Золотову, нашему ведущему. И это в каком-то смысле, это тоже приоткрывает нам дверь в то, что такое артистическое. Профессия. Потому что вот люди заранее покупают билеты или ссылают приглашения. Режиссеры готовят постановки, директора устраивают всякие сложные комбинации, чтобы состоялось какое-то представление. Но при этом часто забывают, что это все живые люди, артисты, которые должны выходить на сцену. Но с другой стороны, это и дает возможность очень часто молодым талантам выдвигаться на первый план и получать такие роли, которых они в противном случае не получили. Потому что когда читаешь биографию всяких великих певцов или певиц, очень часто, почти всегда, там есть такой абзац, что в таком случае кто-то заболел, и она вышла заменять, и это стало днем ее большой. Режиссеры. 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 Возглавляет оперную трубу в Красноярске. Но при этом мы с Ириной Долженко давние друзья, моя мама когда-то работала с ней как концертмейстер. Ирина Долженко, моя мама, как пианист, работала с ней. В общем, это такое еще одно, вот я буквально вчера это выяснил, когда мы разговаривали с Александром и ее биографией. Ирина Долженко, моя мама, как пианист, работала с ней. Ирина Долженко, моя мама, как пианист, работала с ней. Александра занималась пением в Несенской академии в Москве. А затем приехала дальше учиться в Вену. И, в общем, до сегодняшнего дня является уже теперь магистрантом в «Приват-Консерваториум der Штатте». И на этом фоне она уже два сезона, можно сказать, отработала в Венской области. И сейчас снова вернулась полностью к своим занятиям в университете, потому что, я думаю, что совмещать университет с работой, вот или где, туда не отпускают, сюда не отпускают, здесь сиди и работают и так далее. Ирина Долженко, моя мама, как пианист, работала с ней. Вальтраут тоже продолжает и буквально через два дня уезжает в Италию, в Вали, где будет петь немного не мало Вальтрауту в Валькинии. Вальтраут. И сегодняшняя программа, которая будет довольно компактная, но очень разнообразная по Жанру. Мы начинаем с Ари Сесто из Оперы Герделя Юрий Цезарь Египте. Эта ария написана для травести. Эта ария написана для женского голоса, исполняющего мужскую партию. Вы знаете, что в барочных операх мы встречаемся с партиями, которые написаны для высоких вузских голосов, или кастрафов, или контр-ценаронов. Мы знаем, что в барочных операх это было очень популярно, например, партии, которые писали для женщин, которые должны были исполнять мужскую партию. И вот этот секст сын Помпея Великого гневается по поводу убийства своего отца и грозит отомстить убийцам. В этой арии zeigt sich Сесто из Оперы Герделя Юрий Цезарь Елена Ларина, профессор Венского университета музыки и исполнительского искусства. Аплодисменты. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Это песня, которой Кармен соблазняет Хазе окончательно. Вы говорили о разноплановости сегодняшней программы. Гендель – это 1724 год. Это опера Гендель. Кармен, как вы хорошо знаете, 1875 год. И эта опера, несмотря на то, что премьера ее была одним из самых известных провалов в истории музыки, однако, как вы уже знаете, премьера, которая была первой из самых популярных публик, которая была первой из самых любимых и популярных публик, далеко за рамками любителей опера. И еще одна причина, почему это была такая революционная опера, потому что она открыла двери совершенно новому направлению в опере. Я вот уже упоминал сегодня, идущую на этой и будущей неделе в «Статсопер» «Двухоперный вечер» из «La Cavalerie Rusticano» и «Bajazzo». И это опера, которая относится к направлению известному как «веризму». Опер, которая относится к направлению в «Статсопер», как «веризму» и «веризму» из «веризму» и «веризму» – «вы загрязнение». То есть, когда оперные персонажи стали не «anticные герои», как «Статсопер». И не романтические персонажи, как Золушка, которую мы услышим несколько позже. А простые люди из простой жизни. И именно для этого направления в музыке Кармен стал прорывным произведением. И еще одно маленькое замечание. В голосе, к которому наша сегодняшняя героиня относится, известен как МЕЦОСОПРАН. Но МЕЦОСОПРАННО тоже бывает очень разным. И в такой устоявшейся российской традиции у нас как-то так было принято раньше МЕЦОСОПРАННО называть певиц с глубокими голосами, практически Контральта. И вообще даже не знаю еще МАЦИИ. МЕЦОСОПРАННО в Советском Союзе просто не было. СОПРАННО не было. СОПРАННО-КОЛОРАТУРННЫЕ были. А МЕЦОСОПРАННО были. И Кармен, мы привыкли слышать тоже таких мощностей. И Александра, я слышал, как она поет буквально три дня назад на концерте лауреатов Венского международного конкурса. Это был конкурс музыкантов разных специальностей. Да, это были и пианисты, и скрипачи, и вокалисты, и камерный ансамбль. Конкурс Александра получила гран-при на этом конкурсе. И вот был музыкферальный концерт лауреатов. И она пела там как раз сегидилию. Да, и вы сейчас почувствуете, что это немножко другая кармен, чем мы привыкли слышать. Легкая, изящная и от этого не менее соблазнительная. Легкая, рафинерная, но не менее соблазнительная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Продолжая путешествовать по разным граням вокальной музыки, мы пришли к России. В России нет, в России еще не было. Кстати говоря, России, хоть в России никогда не было, но наш национальный гений Пушкин-то его отметил. Да, там упоительный Россини. Совершенно верно. То есть для Пушкина опера это было приоритетом России. И не только для Пушкина, это огромный мир, который Россия написал 30-50 опер. Существует очень много. Огромный мир. Огромный мир, да. Огромный мир, опера России. Из этого огромного количества опер есть только две, которые все знают. И на самом деле очень интересно узнавать и другие. Но эти две – это, конечно, «Севильский цирюльник» и «Зомшка». «Севильский цирюльник» и «Зомшка», 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 «Зомшка». Многие певцы говорят, что Россини надо петь всегда, потому что это то, что поддерживает твой голос в правильном состоянии. Россини и Моцарт. Я недавно брал интервью у Дмитрия Корчака в его 40-летие. И он сказал, что «Ты поешь Россини и Моцарта, ты как на тарелочке лежишь, тебе нечем прикрыться. Ни страстью, ни эмоциями, ничем. Вот ты то, что ты есть». В конце концов, я говорил, что Россини и Моцарт, ты как на тарелочке, как на тарелочке, как на тарелочке. «Севильский циркульт» и «Зомшка», 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 «Зомшка». «Севильский циркульт» и «Зомшка». «Севильский циркульт» и «Зомшка», «Зомшка», «Зомшка». «Севильский циркульт» и «Зомшка», «Зомшка». «Севильский циркульт» и «Зомшка». «Севильский циркульт» и «Зомшка», «Зомшка». 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий номер нашей программы Это будет вообще уже не опера, а оперета Это будут куплеты Орловского Субтитры создавал DimaTorzok Для Вены это любимая и символическая вещь И как в России и большинстве стран мира все на Рождество ходят на Щенкунчик, в Вене ходят на Фредермаус Кроме того, это еще важный символ Субтитры создавал DimaTorzok Код так глубоко, что присутствует в этой самой главной национальной операции Субтитры создавал DimaTorzok Который был одним из важнейших венских меценатов Субтитры создавал DimaTorzok Некоторое время назад была у нас выставка копий из российского дипломатического архива И там выставлялась копия дипломатической дипеши, которую Розумовский писал о Тёмкином По-французски, кстати говоря Он предлагал устроить гастроли Моцарта в России Этот проект не состоялся Но состоялись другие проекты, например, квартеты Розумовского И вот от того очень важного исторического персонажа Перекинув мостик уже к концу XIX века К этому комическому графу Орловского Из-за этой исторической личности Розумовского В Ready-за线 19.00 градусов Розумовского И вот этот проект не закончится ПЕСНЯ 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 Спасибо. Будет еще одна вещь, но у Александра есть для нас еще один подарок. Я вот только сейчас подумал, что из пяти вещей, спетых сегодня, три это мужские персонажи, потому что сейчас прозвучит песня, которую вы все прекрасно знаете, и прежде всего знаете в исполнении сценария. И до того момента, как я начал готовиться к сегодняшнему вечеру, я вообще не знал, кто ее написал, откуда она взялась. Оказывается, что эта песня «Граната» написана мексиканским композитором Агустином Ларе. В 1932 году. И для очень популярного ценора того времени, имя, которое я не записал, я теперь забыл. Но с тех пор эту песню пели просто все, все, все те нора, которые мы знаем, и Поворотти, и Доминго, и Марио Ланса, и Марио Деморо. Но сейчас мы услышим ее исполнение Александра Янки. Но сейчас мы услышим ее исполнение Александра Янки. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые дамы и господа, это произведение рассчитывалось как бис наш совместно с Игорем, который, к сожалению, еще не смог присутствовать и петь на концерте, так как он заболел. Поэтому это произведение исполнение я сегодня впервые одна, но для этого мне нужна будет подсказка небольшая, поэтому... Граната сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Граната 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА